Всем привет! Сегодня предлагаю вам посмотреть мои раскрашенные работы за январь и февраль месяц, потому что мне не очень как-то нравится идея за три месяца показывать раскрашенные работы, поэтому решила вот так отделить, а за март уже покажу чуть позже или объединю с апрелем и уже закрою все свои долги. И давайте же приступим. У меня в январе и феврале было совсем немного раскрашенных работ, и в основном это были по номерам, ну такие простые отдыхалочки. И первая у меня вот такая вот малышка идет, Кавайи. Я хотела ее не показывать, но здесь настолько милые картиночки, что я не смогла удержаться. Вот здесь вот у меня вот такой вот ежа. Он просто наимилейший. Раскрашивается, конечно, все это вообще молниеносно, маркерами, и это был чистый релакс. Я вообще ни разу не пожалела, что взяла эту малютку. Так, далее. У меня идет книжечка «Раскрась меня спокойствием». Тоже безумно рада, что смогла найти ее. Очень давно ее хотела. И начала я ее с такой вот мандалы. Я взяла идею, точнее не специально, а как-то так вышло. Видимо, когда листала, у меня отложилось в главе это сочетание. И я сделала что-то похожее, но мне не очень нравится, как здесь ложились карандаши, как легли здесь карандаши. И следующую я уже делала вот такую иллюстрацию. Гелевыми ручками. Очень понравилось. Я тут даже небольшие переходики пыталась сделать этими самыми гелевыми ручками. И, по-моему, получилось гораздо уже интереснее. Здесь часть выполнена такими блестящими гелевыми ручками, но, конечно же, наверное, на видео это будет не видно. И третий у меня Шеринган. Кто смотрел на Аруто, тому привет. Вот я думаю, в теме. У меня почему-то жутко напомнил вот этот значок именно Шеринган. И я не нашла ничего умнее, чем изобразить его. Ой, это, кстати, уже мартовская была иллюстрация. Ну, ладно. Вот, в общем, очень понравилось. Буду ее дальше раскрашивать. Прям вообще безумно классная книжка. Далее у нас книга, с которой я начала свой январь. Это была первая раскрашенная иллюстрация Эми Гёберг. Здесь у меня испорченная совсем иллюстрация. Захотела я тут поакварелить, и какое-то у меня было прям супер вдохновение, наверное. Я тут, в общем, акварельно бросала соли. Вот единственный момент, где мне понравилось, как проявила себя соль. В остальном, ну, как-то не очень. Да, вообще мне не очень нравится то, что вышло. Здесь море гелевой ручки. Ну, да ладно. Кот сбивает меня с мысли. Приходится постоянно останавливаться. Далее у меня картинка с пилы. Здесь мой лысый котик. Вы его, в принципе, уже все видели. Пыталась я здесь делать дерево. В принципе, мне нравится все, кроме основной фигуры кота. Потом у меня была такая отдыхалочка. У меня что-то за последние два месяца, какие-то проблемы с фонами. Я не знаю, какие фоны делать. Так, разберём это отсюда. И здесь у меня отдыхалочка с котиком, с рыбкой. И не знаю я, какой здесь фон сделать. Поэтому пока оставила как есть. Она, на самом деле, такого прикольного цвета в жизни. Но камера что-то у меня поела вообще весь цвет, какой только был. Ну, ладно. Вот котику это в пятнышке перерисовал. Хочу еще в этом месяце, ну, то бишь, в марте уже или в апреле, раскрасить вот в компанию ему зайку. Тома у меня была тоже из пилы. Задание раскрасить себя. Тут у меня спящая девочка. Получилось. Вот, и в принципе, она мне нравится даже, как вышла. Такая очень, ну, какая-то нежная такая иллюстрация получилась. И вот тут вот я белку пыталась закрасить, но ее эти отчерта не видны. Тоже забавно выглядит. Как-то бросается у меня в глаза. Селена Феич тоже из пилы. Задание по палитре было. И у меня такие были там розовые какие-то, фиолетовые цвета или сиреневые. Вот. И тоже отдыхалочка маркерами просто раскрашена, ручкой гелевая обведена. Фантастические существа. Здесь мы с Аней раскрашиваем из Инстаграма. Что-то мы подзабросили с ней. Она, по-моему, мне почему-то кажется, что я показывала эту иллюстрацию, но у меня записано, что я ее в феврале... Ой, все перепутала. В январе раскрашивала, и поэтому тоже показываю. Но есть у меня стойкое ощущение, что это уже было. Вроде посмотрела, ничего другого я там не раскрашивала. Здесь у меня девушка Вуду, принцесса Вуду. С ее этими супер-куколками. Далее Грация Сальва, которую мы с Аленой каждый месяц раскрашиваем. И которую я так успешно забыла показать в декабре. Там у меня был вот такой медвежонок, девушка с медвежонком. Я тут напортачила немного, поэтому пришлось все забрызгать белым акрилом, и они у меня получились в снегу. Маркерами тоже раскрашивала, карандашами с шипом проходилось, потому что у меня маркер здесь не хотел ложиться на одеял, на пледике. В каком же это месяц это была? Восьмая страничка, это январская страничка, да. В феврале я ничего здесь не раскрасила. У нас там была картинка с обезьянкой, которую я проигнорировала. Не хотелось обезьянку красить, вот. А здесь у меня такая девушка рыженькая, почему-то очень хотела сделать ее рыженькой. Но, опять же, не знала, какой фон, и оставила как есть. Потом, может быть, доделаю, пока вот не очень хочется портить. Вот. И на этом мои основные картинки заканчиваются, зато начинаются картинки по номерам. У меня тут их так неприлично много. Это я тоже в самом начале января с упоением там в какой-то один день просто подряд сделала, красила иллюстрации. И тут их штуки 4, наверное, тогда раскрасила. Это я не доделала и забыла про нее. И где-то еще здесь было. И вот эту раскрашивала. Надо ее в этом месяце еще раскрашивать, потому что я ее на раскрашивалась и в феврале вообще уже не притрагивалась. Там вот эта картинка, здесь я решила фломастера переводить. Тут у меня девушка с сережкой, жемчужной сережкой, по-моему, она называется. Вот, и она еще более-менее мне нравится, хотя меня, конечно, прям коробит от этих полос, но ничего, привыкаем, привыкаем. И тут... Ну, вы видите, в общем, этот, да? Я вам покажу, конечно, сейчас оригинал. Он как бы тоже, конечно, был не супер-пупер, но гораздо лучше, конечно, чем вышло у меня. Ну, что поделать. Будем красить дальше. Такая вот картинка. Кстати, видела, что вот эта книжечка и вот эта у нас вышла в русском переводе. Очень классно. Вышла или выйдет, наверное, еще. Еще не вышла. С другими только обложками. Вообще, ребята, молодцы. Это классно, что делают, переводят. Очень рада. Знать бы, что выйдет русские версии, я бы не стала зарубежные покупать. А так и все три скупила. Тут у меня была проба пера с гуашью. Мне не понравилось. Я тут очень темный цвет. Ну, как, гуашью-то раскрашивать понравилось. Не понравилось, что на выходе получилось, потому что я очень темный цвет выбрала. Ну, и какая-то она такая перетемненная получилась. И вот эту я, по-моему, вам уже в декабре показывала. На всякий случай еще раз покажу, если вдруг забыла. Далее моя самая любимая раскраска из серии Дисней. Это фантастические существа. Тут у меня две противные русалки из Питер Пена. Терпеть их не могу. Когда раскрашивала, кстати, пересматривала мультик Питер Пена. Вот старый, который там каких-то очень-очень древних котов. Вот я еще раз убедилась, как же они меня раздражают. Ну, зато все. Здесь, по-моему, все, все три русалки у меня здесь сделаны. Больше к ним не придется возвращаться. И по челленджу Натали 75, тоже в феврале. Панда, что ты себе позволяешь? Вот эту картинку раскрашивала по заданию много цифр. Прикольно вышло, но совсем не скажешь, что здесь такая длиннющая цветовая палитра. Вообще в жизни бы не подумала. Мне кажется, у меня кот каждый раз ждет видео, чтобы проораться. Он ходит, молчит весь день, как только я включаю видео. Он просто подходит и начинает кричать на меня. Далее у меня раскрасочка Country Sins. Здесь у меня две иллюстрации. Я их, по-моему, показываю уже. Фломастерами раскрашиваю. Классные отдыхалки. Буду дальше раскрашивать. Вообще быстро красятся, да, раскрашиваются. Яркие, вообще супер. Идеально. Я отобрала себе уже палитру. Далее у меня Ведьмочки. Обалденная книга. Хочу попробовать здесь фломастерами пораскрашивать. Карандашами как-то бледновато вышло. Так, у меня где-то одна из последних она была. Здесь, наверное. И вот такая иллюстрация. Девушка у меня, правда, какая-то бледная получилась. Я больше всего время убила на фон. Время и карандаша. У меня больше половины карандаша сюда ушло. И очень крутая книга. Хочу еще обязательно здесь пораскрашивать. Понравилось. Иллюстрации понравились. Это, знаете, именно тот момент, когда я листаю ответы и думаю, хочу это, хочу это, хочу это. И откладываю, потому что выбрать не смогла. Но это, конечно, конечно, я молодец, что я хочу сказать. И последняя книга с леопардиком. Тоже мне очень понравилась. Начала его. И закладку не сделала. Вот так. Есть у меня такая вот девушка. Тоже раскрашивала фломастеры. Фломастерами. Вот. Я тут еще... Ну, здесь по точкам надо соединять. И я черным проходила с нескольких раз. И поэтому здесь так вот протекло все. Это в целом тоже очень понравилось. И очень сама иллюстрация понравилась. Прям классно. Я вообще ни разу не пожалела, что я прибрела эти книжечки. В общем, это были все мои результаты за зимние месяцы. То бишь за последние два месяца. Январь и февраль. И всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok